Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует развлекательный канал Пендорка за решеткой. Меня зовут Бакштей Дмитрий. Мы продолжаем проходить Игру Престолов. Давайте спустимся. Нас там ждут. Внизу общего зала. Мы, в принципе, уже в общем зале, но где-то здесь внизу. Нас ожидает посланник. Годрик Донорли. Полагаю, вы люди Джона Ааррена. Лорд Командующий говорил о вас. Да, я рыцарь Годрик Донорли, а это мой лейтенант Джаред. Вы сир Морс Вестфорд? Это я. Джон Ааррен говорил, что в битве у Оленевого Холма вы проявили себя настоящим героем. Знакомство с вами честь для меня. Во времена восстания Баратулона я знавал человека по имени Морс Вестфорд. Этот ублюдок виноват в смерти моего брата. Вот уж не рассчитывал встретить его на стене. Придержи язык, Джаред. Мы на землях ночного разора. Не важно, что было в прошлом. Здесь мы по долгу служба. Простите, что прерываю вас, сэр Морс. Если вы видели письмо, то знаете о цели нашего пребывания здесь, не так ли? Джаред, мне знакомо это имя. Прошу прощения, Син Доннерли. Нам с вашим лейтенантом нужно кое-что прояснить. Вас зовут Джаред, верно? Значит, мы встречались во время восстания Баратеона. Вижу, вы меня не помните. Это и не удивительно. В то время я был простым воином. А вот я вас хорошо помню. Неукротимый рыцарь, который прибыл из западных земель, чтобы помочь нам сфернуть короля Таргариана. Мы сражались в одном войске. Вы казнили моего брата всего лишь из-за того, что по случаю победы мы ограбили деревню и развлекались с парой шлюх. Теперь я вспомнил. Он получил по заслугам. Вы нарушили закон Семи Королевств, а также законы чести и верности. Армия не может существовать без дисциплины. А те, кто нарушают дисциплину, должны быть наказаны. Правда? Но мы ведь собирались свергнуть короля Таргариана. Разве это не нарушает законы чести и верности? Но я что-то не помню, чтобы вы жаловались по этому поводу. Я присягал на верность лорду Тайвину Ланнистеру. И не нарушил клятвы. А вы ограбили ту деревню по собственному желанию. Ваш брат был капитаном отряда наемников и нес ответственность за свои поступки. Поэтому он и был наказан. Что ж, как я вижу, вы тоже получили по справедливости, рыцарь. Вряд ли вы надели черное по своей воле. Вам суждено до смерти прозябать здесь. Козел, хочу отрезать ему нос. Хватит, Джаред. Довольно. Идите подышать свежим воздухом и давайте сменим тему. Простите, сир Морс Уэстфорд. Джаред отличный воин, но иногда он ведет себя неиздержанно. Я не думал, что вы раньше встречались. Давайте вернемся к заданию, которое поручил нам десниться короля. Как поживает старый Джон Аарон? Да. До нас дошли слухи, что Джон Аарон недавно занемок. Как он? Мы не получали вести с тех пор, как покинули Королевскую Гаву и не отправились на север, к стене. Это было много дней назад. Но зная лорда Орлиного гнезда, можно не тревожиться. У него железное здоровье, это известно всем. Надеюсь, возраст не сильно на нем отразился. Очень хорошо. Думаю, я знаю, где девушка, о которой писал Джон Аарон. Превосходно. Я знал, что мы можем на вас рассчитывать. Лорд Аарон хорошо разбирается в людях. Так где она, сир? Давайте-ка спросим сначала, что они хотят с ней сделать, потому что если это как-то лишь с чем-то, или как-то, каким-то боком связано с политикой, то мы, по идее, не должны в этом участвовать. Что вы будете делать, когда найдете ее? Ей нужна защита. Простите, но у меня стройкий приказ. Я не могу сообщить, куда мы направляемся. Главное, увидите ее отсюда. Черный замок — не лучшее место для девушки. Судя по тому, что написано в письме, девушка прячется в Кротовом городке. В Кротовом городке? Вы говорите о селении, что у королевского... Блин, не успел. Да, чтобы защититься от вечного холода, жители построили подземный проход. Я отведу вас туда. Мы наверняка найдем ее там. В этих местах редко бывают путники. Спросим местных жителей о девушке. Хорошо. Пора в путь. Извиняюсь, зато уж не успел. Погодите. Я только что получил ворона с письмом из Королевской Гавани. Черные крылья — черные вести. Что случилось? Давай выйдем наружу, Морс. Я не хочу говорить здесь. Что стряслось, Жор? Ну, я, в принципе, знаю, что стряслось. Дело в том, десница короля, Джон Аарон, умер. Вот так вот оно, да. В принципе, понятно. А было? Еще изначально, ну, потому что я читал книжку. До этого момента точно это читал. Глава четвертая. Алистер. Тремя месяцами ранее. Вернувшись к ключи, вы сделали несколько неприятных открытий. Положение дел было еще хуже, чем вы ожидали. Без лорда, правящего твердой рукой, люди впали в отчаяние и устроили бунт. Вам удалось навести порядок, но надолго ли? Самое печальное заключается в том, что если вы не поклянетесь верности королю, ключи вскоре окажутся в руках Валлара, вашего честолюбивого брата-бастарда. Охотчиво до власти. И вот вы стоите перед воротами Королевской Гавани, столицы Семикоролевств, где бурлят политические интриги. Попутно вы надеетесь отыскать здесь своего брата Гевина, над которым висит обвинение в убийстве вашего отца. Вскоре свет истины поможет оправдать брата или доказать его вину в этом ужасном преступлении. Королевская Гавань. Интересно побывать здесь. Все в игре прекрасно, но какие-то локации уж больно пустые, мне кажется. Ну, смотрите, один стражник, да и торговец. Это разве Королевская Гавань? Воля Льва. Отправляйтесь в резиденцию Сарвика в Королевской Гавани. Отлично. Сейчас прочитаем про Королевскую Гавань. Посмотрим на Алистера нашего. Давайте чтем. Королевская Гавань. Столица Семикоролевств. Возведена 300 лет назад на том самом месте, где высадился в Вестеросе первый король предыдущей династии. Сегодня Королевская Гавань – центр государственной власти, откуда правит король, восседая на Железном Троне. Из известных строений города стоит отметить Красный Дворец на холме Эйгона. В нем живет король и двор. Драконье логово на холме Рейнис, где бывшие короли Таргариены держали своих драконов. И Великую Септу Бейлора на холме Весенье. Главный храм поклонения Семерым. Места попроще – это скопища жмущихся друг к другу деревянных, каменных и кирпичных построек, соединяемых как узкими переулками, так и широкими, залитыми солнцем улицами. Город окружен крепостной стеной с семью воротами. Порядок в городе с населением примерно в 400 тысяч человек поддерживает городская стража, состоящая из двух тысяч воинов. Ну, такое большое городишко, столица Семикролест, Королевская гавань, 400 тысяч жителей, из них две тысячи стражников. Возвращаемся в игру и видим это несметное количество жителей и огромнейшее количество стражников на улице. Не протолкнуться просто. Ну, мы на самом деле сейчас в замке, по-моему, да, должны быть? Будем просить аудиенции у королевы, дабы она дала добро на возвращение нам всех титулов и привилегий, как лорда ключей. Старый Рен, кто такой? Приветствую, милорд. О, неужели это лорд Сарвик? Может, найдется что-нибудь для старого Рена? Подайте раненому ветерану. Я не помню тебя, старик. Откуда ты знаешь мое имя? Когда-то я работал в ключах, милорд. Морщин у вас прибавилось. Простите мою дерзость, но в остальном вы не изменились. Хм, может, он знает что-то о Гэвине? Может, ты знаешь и моего брата? Я приехал, чтобы найти его. Увы, милорд, его самого я не видел, но я знаком с его людьми. Его людьми? Особенно с Хабом, Конюхом. Он нередко захаживает в таверну, чтобы как следует промочить горло, и он отнюдь не молчун. Он рассказывал, что лорд Гэвин недавно ездил в родные места, чтобы повидать отца. И вот теперь лорд Сарвик мертв. Ходят слухи, что ваш брат в городе. Но наверняка никто не знает. Да и Хаб давно не показывался, будто он Эль разлюбил. Думаю, он заслужил подоение. Я слышал достаточно. Вот тебе за труды. Или не покинет тебя свет Руглора. Да помогут вам все миры, милорд. Так, скинули старому Рену Баблинского. Что у нас тут? Можем скоммунизить? Можем. Ну тогда давайте поднимемся. Как много народу не пройти просто. Костры, нужники и прилив. Как я мог забыть этот букет аромат? Нет, это обычные улицы. Королевской гавани. Как много людей. Старый рыв. Вон он, топор. Как я и сказал. Молодец. Я с ним разберусь. Вот сучара. Куда собрался, красавчик? Я смотрю, древнее искусство резьбы по-живому по-прежнему процветает. Мы не какие-то мелкие разбойники. Мы жнецы. А теперь лорд Сарвик без лишнего шума пойдет с нами. Не люблю, когда шумят. И не подумаю. Не знаю, что за махинацию вы задумали, но идите-ка лучше своей дорогой. Неужели? Думаете, вы слишком хороши для нас, ваше высочество? Беда в том, красавчик, что тебя ищут важные люди. Ты поможешь нам получить награду. Награду? О чем это ты? Есть человек, за голову которого обещано 100 золотых драконов. Его зовут Гевин Сарвик. И мне чудится, это твой родственник. Понимаешь, к чему я клоню? Кто станет обещать 100 золотых драконов за голову моего брата? Это безумие! Безумие? Это Спарта. Это Стража. Твоего брата обвиняют в убийстве правителя ключей лорда Сарвика, родного отца. Но я по-прежнему не понимаю, при чем тут я. Насколько я знаю, за мою голову никто не обещает награду. Пусть так. Но ты должен знать, где твой брат. А если вздумаешь молчать, мы распустим слухи, что держим тебя в плену и избиваем до полусмерти. Брат захочет тебя спасти, и мы его схватим. Просто так они не отстанут. Пора кончать разговоры. Ну что же, раз договориться мы не можем, пусть все решит сталь, и да примет свет рглора в ваши души. Ну конечно. Когда я выбью тебе зубы, ты будешь молеть, чтобы я отправил тебя к твоему богу. Попробуй, сученька. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот опять я что-то это самое какого не то тыкую. Так. Па-па-па-па-пам. Урон. Урон по области. Обездвиживание урон. Урон по области давайте вмажем. И урон по вот этому дядьке. По области не очень сильный получается урончик. Я еще потратил восстановление энергии. И нормально так они меня сносят, кстати говоря. Обездвиживание не получится, не пройдет. Опа. Я, кажется, сейчас проиграю, да? Твою мать. Да, я сейчас проснул, друзья. Вот и все. Я проиграл. Game over. Офигенно. Ну что ж, загружаемся. Ну, на самом деле, я не знаю, я, по-моему, сейчас бил по одному из самых простых чудаков из них. Можно, конечно, использовать обездвиживание по всем, а потом уже добивать. Не знаю. Блин, опять здесь старый Рен. Так же поступим, все, даже знаем, что... Ага, да-да-да-да-да, вали отсюда, козлина. Так, здесь сохранимся. И будем сейчас думать, что да как сделать. Чтобы одержать победу. Как-то это довольно сложно получается. Так, сейчас, секундочку. Рюкзак. Неужели у нас нету ничего? Так, и отлично. Пожалуй, я одену капюшон. Хм. Расход энергии меньше плюс 20 к вашим напарникам и союзникам при каждом уклонении, но у меня нет напарников и союзников. Так, еще раз сохранюсь. Побежали. Не повдумаю, а сейчас попробую все-таки убедить их. Солгать. Возможно, при других обстоятельствах ваш план мог сработать, но сейчас я не стал бы сильно рассчитывать на удачу. Почему же? Я приехал в королевскую говню, чтобы найти своего братца, братца-убийцу и покарать его от имени семьи. Неужели ты думаешь, что он покинет свое логово ради меня? Очень сомневаюсь. Хм, вот черт. Постой, топор, ты ведь не хочешь отпустить его просто так? Это ведь я привел его к вам. Как насчет моей доли? Старый Рен, тебе я язык вообще отрезал. Заткнись, старый дурень, ты поймал тощего зайца. Мы ничего с него не получим. Ну вот, удалось избежать драки. Сегодня тебе повезло, красавчик, мы позволим тебе уйти. Да, удалось обмануть. Отлично. Новый уровень достигли. И кодекс. Жнецы. Фу. Одна из многочисленных бандитских шаек, обычных для такой густонаселенной столицы, как Королевская гавань. Жнецы, как правило, действуют скрытно, делая за уважаемых людей, например, за городскую стражу грязную работу. Убежище жнецов находится в городской канализации. Они всецело доверяют своему вожаку Орису, чего помощника зовут топором. Золотые плащи. Это мы читали. А, или нет. Золотыми плащами называют солдат городской стражи в Королевской гавани, поскольку тянутся плащи золотистого цвета. Городская стража отвечает за поддержание порядка столицы. Также в ее введении находятся темницы красного замка. Управляет стражей, состоящей из двух тысяч солдат, командующей Янас Слинт. Мы получили второй уровень. Зайдем в экран персонажа. Посмотрим, что нам это даст. Ничего. Очко. Стойкости. Можем потратить. Так, что это? Критический удар. За каждым нанесенным героем критический удар. Но не более плюс. Так, ага. Это что такое у нас? Подожди. Одноручное оружие. Прерывание. Урон. Вы легко находитесь в слабину в защите врага и избиваете его с ног. А улучшить вот это все можно, интересно? Изучение? Нет. Видимо, нельзя. Ну-ка. Отбивая вражеские удары. Хорошая тактика, если вы окружены. Ручное воздаяние. Контратакую 6 секунд. Плюс 10% шанса смягчить удар. Плюс урон в ответ на каждую вражескую атаку полтора раза. И... Угу. Отлично. Сильный как медведь. Бьете врага в лицо. Улучшаю его. Вы дразните врагов. Провоцирую их атаковать. У вас способность задира приобретает дополнительное бла-бла-бла. Смягчение удара. Ну, в принципе. Ха. Хо-хо-хо. Ну, вот это вот тема интересная. И вот это. Когда окружен, прям очень сильно должно помогать. Так что я выучу. Арглор. Три очка умения за Арглора. Ага. Так. Что это дает? Вы воспламеняете свое оружие, облив его горючим маслом из виала. Эффект оружия горит 10 секунд при использовании со стрелковым оружием огненная стрелка. Ага. Защита. Алистер излучает тепло, помогающее ему восстановить здоровье. Во, вещь прикольная. Начинает гореть быстрее. Давайте этот возьмем. Более огнеупорный огонь наносит вам значительно сниженное, а также атаки диким огнем не прерывают ваши приемы. Действие способен восстанавливающий тепло. Теперь имеет меньше отрицательных эффектов и длится дольше. Останавливаешь тепло, действует 10 секунд. Скорость заживления увеличивается. Установление энергии приостанавливается. Не мешает энергии действовать на 5 секунд дольше. Давайте его выучим как раз. Отлично, шикарно. Ну и вот эта вещь тоже была бы полезна. В общем, руглора мы, по сути, на лечение выучили. Навыки. Извиняюсь. Извиняюсь. Что-то кашляет. Сейчас, секундочку. Продолжаем. А, в общем, 12 очков навыков у нас. Кинем их на легкие доспехи. Отлично. И 6 штук на мечи. Отличительные черты. Ну, не надо. Поставил добавь из огня. Да. О, придурок. Ну, ладно. Все, вернуться в игру. Рынок. Что у нас тут есть? Опа. В колодце что-то завалялось. Деньжатушки завалялись в колодце. Что, рыночную площадь мы пробежим? Наверное. Старый Рен. Сучара. Ну-ка, дай-ка я сохранюсь. Вас дам ему по заслугам. По крайней мере, деньжат-то отберу. Значит, ты был их саглядотаем. Что ж, теперь они ушли и ты остался один. Пора тебе ответить за свою подлость. Прошу вас. Не надо, милорд. У меня не было выбора. Хватит. Враньем ты не спасешься. Помилуйте. Поверьте, мне очень стыдно, милорд. Вы были тогда брыком меня. Лучше обоссыть, но не бейте. Умоляю, пожалейте старого человека. От болезни у меня почти отнялись руки. Я больше не могу работать. Так что, когда появляется шанс перехватить пароль медиков, я не отказываюсь. Ах, старый. Чего с него взять? Пожалуй, пощежу его. Другой на моем месте перерезал бы тебе горло. Исчезни. Благодарю, милорд. Спасибо вам. Меллифтанис. Пошел в задницу от меня. Мне кажется, он опять предаст мне. Что у него тут нет? Ничего полезненького. Блин, деньги хотя бы у него забрал бы. Ё-моё. Что ж ты? Алистер. Что за шум? А ну, пропустите. Я говорю, пропустите меня. Бляха-муха. Попробуем найти обходной путь. Так, что это у нас тут? Что это вы делаете тут? Ничего. Ну-ка, твою мать, грабители. Да, ё-моё, я опять восстановление включил. Огненное оружие. Восстанавливающее тепло. Давай-ка, огненное оружие. Правда, масло извилило. Шло. Воздаяние. Оп. Бахнем. И урон по области. Давай-давай, заканчивайся. Оп. И урон по области. Давай, пошел. Шикарно. Минус один. Урон по области прошел. Давай-ка еще воздаяние. Вещь прикольная, оказывается. Контру-атака такая хорошая. Огнем бахал довольно-таки мощно. Минус. Сейчас, пожалуй, я восстановлю себя. Восстановим энергию еще. Давай. Банс. Банс. Только два раза сбить столку. Зачем? Не знаю, что он делает, что он делает. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Сейчас кинет меня чем-то. А, он ядом, наверное, обмазал меч. Так, и последний дядька остался, да? О, все, он самый легкий. Отлично. Алистер вышел победителем в этом бою. Против грабителей. И получил немного деньжат. Так, а здесь я смогу пройти? Нет, кажется, я не смогу. Черт возьми. Получен один сжатушек. Может, дальше обойти и получится. Черт, мы уже возле стены. Куда это вы идете, милорд? Сюда нельзя. Твою мать. Может, так? Да. Резиденция сарвиков отсюда недалеко. Отлично. Что с народом? Против кого они бунтуют? Это стражники. Они пришли за сарвиком. Мы этим которого разыскивают. Смерть, отца убийцы. Повесите его. Мы нашли только слуг, лорд Векс. Шутишь? Больше никого? Не души, милорд. Гавина здесь нет, серв Валар. Валар? Ты что-то делаешь? Валар. Я ищу твоего хозяина, Гавина Сарвика. Его ты не спасешь, но можешь спасти собственную жизнь. Скажи, где он? Причесочка такая под горшок. Мы не знаем, мы не видели его несколько месяцев. Была модно у англичан. Французов. Увидите его в Красный замок. Не надо! Я ничего не сделал. Я ничего не знаю. Отпустите меня. Ламберт, прошу, отпусти его, сир. Милорд, пощадите. Мой муж хороший человек. И он предан короне. Он ничего не знает. Урод. Яна! 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 За что? За что, Яна? Какой ужас. Сир, толпа волнуется. Пусть волнуется. Векс, обыщите особняк. Я сообщу, если выберешь что-нибудь из этого слуги. Валар. 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 Это был ты? Вернулся посмотреть на казнь брата? Гаран арестован? Еще нет. Но ему недолго осталось. Я лично об этом позабочусь. И тебе обязательно убивать слуг, чтобы найти нашего брата? Вот как, теперь мы стали братьями, да? А когда мы были детьми, я был для тебя всего лишь бастардом. Теперь я служу королеве. Мне приказано остановить твоего брата, отца-убийцу. Люди Гавина не имеют отношения к смерти нашего отца Валар. Откуда ты знаешь? Впрочем, не сомневайся, я развяжу им языки. И теперь меня зовут Сир Валар. Лорд Тайвин Ланнистер лично посвятил меня в рыцаре. Меня это не удивляет. У каждого лорда свой зверинец. Я делаю то, что мне приказывают, и получаю щедрое вознаграждение. Ланнистеры всегда платят свои долги. Да, но какой ценой? Скажи мне, как вышло, что это задание поручили лично тебе? Обычно подобными делами занимается стража, но королева лично распорядилась, чтобы за это дело взялся один из ее доверенных людей. После всего, что я натерпелся от тебя в юности, это задание доставляет мне искреннее удовольствие. Кроме того, Гавин мог помешать мне, будучи законным наследником, но лишившись головы, он меня больше не побеспокоит. Даже не мечтай, Валар. Я вернулся, и теперь твоим планам не суждено сбыться. Может, у тебя и были права и обязанности перед семьей Сарвик, но ты давно от них отказался. Ключи будут моими, и никто мне не помешает. Я не был изгнан, Валар. Я уехал по собственной воле, и могу вернуться, когда захочу. Я законный наследник и сын лорда Сарвика. Ты был наследником, но отказался от этого права 15 лет назад. Поверь, Валар, ты должен быть благодарен, что я уехал. Что бы ни случилось, я стану лордом ключей. Однако не забывай, что я обручен с твоей сестрой Элианой. По закону, ключи перейдут мне после нашей свадьбы, и ты ничего не можешь с этим поделать. Как видишь, скоро я буду отвечать за Сарвика. Дорогой старший брат, пора кому-нибудь позаботиться о наших бедных родственников. Я слышал об этом глупом плане. Но не питай больших надежд, Валар. Я расстрою эту свадьбу. Этот союз решения короны, да и Элиана, дала свое согласие, так что все схвачено. Так же, как и с Гевином, которого найдут и осудят за его преступление. Такова воля престола, Алистер. Кто я такой, чтобы спорить? Чей бы трон ты не подпирал, Валар, я не позволю тебе получить власть над моим домом, и ты не смеешь решать судьбу моего брата. Ты охотишься на Гевина, ты собираешься жениться на Элиане. Из незаконно рожденного сына, без всяких прав, ты вот-вот превратишься в лорда ключей. Не пытайся убедить меня, что тобой движет лишь стремление служить короне. Тебе меня не провести. Как только мои права будут восстановлены, я снова стану лордом Сарвиком. И я найду брата. Не особо на это рассчитывай. Расследование поручено мне. Особняк Сарвиков будет закрыт до особого распоряжения. За этим проследит городская стража, так что держись подальше от дома, и не стой у меня на пути, Алистер. Я тебя предупредил. Что-то мне кажется, что Алистер сейчас королева опрокинет. Мы еще... Мы еще встретимся, брат мой. Прошу прощения за музычку на фоне. Воля льва, найдите способ попасть в резиденцию Сарвиков, чтобы начать поиски. Мы это все сделаем. Сейчас, секундочку. Так, ну давайте пойдем. Только сначала прочитаем про Валлара. Валлар Хилл. Валлар незаконорожденный сын Рейнальда Сарвика, единокровный брат Алистера, Гевина и Элианы. Фамилию Хилл получают все бастарды западных земель, где стоит крепость Сарвиков. Гевин и Элиана, как и жена Рейнальда, всю жизнь ненавидели Валлара, и лишь Алистер проявил к нему только сострадание, взяв его своим оруженосцем. Несмотря на это, Валлар ненавидел и презирал Алистера, так же, как и всю его семью. Всю свою жизнь Валлар жаждал лишь одного – отомстить семейству Сарвиков и отнять у него все, чем оно владеет, не исключая и фамилию. Теперь этот хладнокровный, амбициозный и расчетливый человек стал рыцарем на службе у Великого Дома Ланнистеров и не остановится ни перед чем, чтобы заполучить желаемое. Я вот только вот одно не получаю. Если у Валлара фамилия Хилл по праву бастарда западных земель, то когда Элиана выйдет замуж, жена получит фамилию. Она же не получит фамилию Сарвика, она получит фамилию Хилл, я не понимаю. Или ему... Нет, я все равно ничего не понимаю. Что-то я недопонимаю в этом. Или ему дадут эту фамилию, даруют, мол, типа, Лорд Сарвик в звании. Пф, хрен его знает. Нет, по идее он должен остаться со своей фамилией Хилл, даже несмотря на все титулы, которые он получит. Вроде как. Но это... Не знаю. Что-то я в этом не понял, видимо. Так, давайте поговорим со стражником. Куда это вы направляетесь? Вход в этот дом запрещен. Спокойно, солдат, это дом моей семьи, я имею право войти. У меня четкий приказ, в этот дом никто не войдет. Идите своей дорогой. Эх, золотые плащи. Гады. Давайте поговорим с Хабом. Скажи-ка, до этого я видел тебя в руках золотых плащей. Ты ведь слуга Гевина, верно? Отпустите меня, я ничего не сделал, я ничего не знаю, я никто. Надо его успокоить. Успокойся, я не из золотых плащей. Я не причиню тебе вреда. Не причините вреда. Так же они сказали Яне, когда вытащили нас из дома. Бедная Яна. Вообще-то она была склочной бабой, вечно ругала меня за пристрастие к выпивке, но она не заслужила такой учсти. Месть милосердная, совсем не заслужила. Мать милосердная, совсем не заслужила. Когда хозяин Гевин увидит, что случилось с его домочадцами, он, ой, как не обрадуется. Да он будет просто в бешенстве. Кстати, я Алистер Сарвик, его брат. Я приехал, чтобы отыскать его. Расскажи, что здесь произошло? Он, сохрани нас, отец. Глупая моя голова. Брат хозяина Гевина. Тысячу извинений, милорд. Я не знал. Я ха... конюх вашего брата. Простите, милорд, но он не часто говорил о семье. По правде сказать, я и не подозревал, что у него есть брат. Неудивительно. Ничего странного. Гевин был еще ребенком, когда я покинул ключи. Как так? Не время рассказывать об этом, конюх. Но я здесь, чтобы помочь. Расскажи, что здесь произошло. Стражники ворвались в дом. Они хотели поговорить с хозяином, но не нашли его. Он уже давно здесь, не появляется. Не появлялся. Иногда он присылал нам распоряжение. Вот и недавно мы получили от него письмо. Ламберт Стюарт забрал его. Он умел читать. Поэтому они его и увели. Он знает больше других, да поможет ему, мать. Мне нужно попасть в дом. Я должен поискать внутри. Но стража охраняет вход. Есть другие способы попасть в дом? Возможно, позади дома есть люк в подвал. Подойдет? Кажется, я даже знаю, где он. А люди городской стражи за ним не наблюдают? Понятия не имею. Но их интересует Гевин, а не дом. Идем. Покажешь мне дорогу. Хорошо, только давайте быстрее. Я не хочу здесь задерживаться. Как покажет вход в подвал дома Сарайков, идите за ним. Но я знаю, где этот подвал. Мы проходили мимо. Да, да, да. Вот сюда. И здесь вот за... За углом будет... Вот они, да. Вот он, вот он, подвал. Справа. Да. Это здесь. Видите крышку люка? Попадете прямиком в подвал. Удобно и незаметно. Я столько раз пролезал тут, когда проходил из таверны. Приходил из таверны. И ни единого стража поблизости. Отлично. Зайду отсюда. Да помогут вам семеро, милорд. Да поможет мне Рглор. Проникните в дом Сарайков через люк, который показал Хаб. Давайте проникнем. Дом Сарайков. Уровень здоровья зависит от снаряжения и выносливости. Это все мы знаем. Посмотрим, что мы сможем найти в доме Сарайков. Ищите подсказки о судьбе Гевина в доме Сарайков. Ищите подсказки о судьбе Гевина в доме Сарайков. Кухня. На кухне я тоже ничего не могу найти. Выйдем, посмотрим комнаты. А потом двинемся на второй этаж. Так, книги. Архиве Вестероса и печать. Какая-то вассалы. Давайте почитаем про них. Лорд передает часть своей власти вассалам. Он выделяет им земли, а они за это клянутся ему верности. Эти вассальные связи в семи королевствах образуют сложную иерархию. В каждом из королевств всеми домами повелевает один великий дом. Великие дома являются вассалами короны. Отлично. Сейчас зайдем в экран персонажа. Нет, подожди. В рюкзак. Где рюкзак? А, вверху. Какая-то печать. Знание. Такой печатью мейстеры цитадели скрепляют научные записи. Мейстерские печати весьма редкие, поэтому очень ценятся. На продажу пойдет? Нет, эта дверь ведет прямо ковно-площадь. Не самый безопасный выход. Отсюда выходить мы и не будем. Вообще пока не собираемся выходить. Поднимемся-ка мы наверх, на второй этаж. Дверь закрыта. Да, довольно-таки богатый дом. Сарвиков в Королевской гавани. Давайте посмотрим, что мы найдем в шкафу. Деньги мы там нашли. А что в сундуке? Кольчужные рукавицы наемника. Посмотрим. На продажу. Опа. Мой милый Гевин. Мой милый Гевин. Госпожа Катая говорит, что я теперь постоянно хмурюсь, когда она приводит мне новых клиентов. Но как могу я не хмуриться, когда в спальне мне по-прежнему эхом слышится твой добрый смех? По словам твоего верного Ламберта, ты скоро вернешься в Королевскую гавань. Было бы прекрасно закончить тогда нашу с тобой партию в Кайвассу. Доска и фигуры так и стоят у меня на столике. Ты помнишь, что мы с тобой поставили на кон? Твоя Фалена, что безумно скучает по тебе. Вот как. Похоже, мой младший брат увлекся одной из шлюх Катай. Надо навестить ее. Возможно, эта Фалена знает, где находится Гевин. Что ж, мы так и поступим. Твою мать. О, мой непостижимо! У нас посты у каждого входа, но всегда найдется крыса, способная пробраться внутрь. Ну что, ребята, от вредителей надо избавляться! Так, тихо. Сохранение. Твою ты налево! Это не помешает. И контратаки пошли. А потом по области вдарим. Пошло, родная. Пошла, пошла. Контратаки, контратаки. Довольно серьезные противники, кстати говоря. Давай-давай-давай-давай-давай. А, так, а? Так, отлично. Вообще, надо было, наверное, тех, что справа сначала разорудить, уничтожить, чтобы не получать от них урон. А потом уже бить остальных. Вот этого, точнее, дядьку. А как мне поменять... Блин, как мне поменять-то человека? Ладно. Давайте полечимся. Что-то как-то слабенько. Давай, контратаками догасим уже этих козлов. Отлично. И останется последний. Давай-давай, контратакуй. Ну нет, не его. Вот, вот его. Отлично. Последний. Придется опять поджарить. Гада. И стать на контратаку. А потом восстановить себе здоровье и попробовать подлечиться, если успеем. Отлично. Есть восстановление. Хотя бы небольшое. Кажется мне, что мы проиграем этот бой. Но я буду восстанавливаться сейчас по полной. Давай-давай-давай. И простой атакой атаковать. Отлично. Пока урон по нам не проходит, действует восстановление. И причем с нашим улучшением восстановление здоровья не мешает восстанавливать энергию. Поэтому все довольно-таки хорошо. Сейчас еще одно восстановление будет. смягчение. меня оглушили. Довольно серьезный противник этот стражник. Ну все, теперь можно его гасить уже. Вот так. Опа. Он сбит с толку. И все. Он добит. Отлично. Мы потратили все масло. Спросите Фолиану. Так. Все огненное масло. Да, потратили. В рюкзаке. Остался Виал. Но он пустой. Нужно заполнить его. Ну а пока что новая запись. Есть Катая. Сейчас почитаем про нее. Катая. Содержательница роскошного публичного дома в Королевской гавани, куда часто заходят сильные мира сего. Красивая чернокожая женщина родом с летних островов, лежащих в югу от Вестероса. Ее дочь Лаяя работает в заведении матери. В культуре Катая удовольствия плоти считаются угодными богами. Угодными богам. И потому она ведет свои дела с достоинством и изяществом знатной леди. Отлично. Выходим в Королевскую гавань. Слава богу, мы выжили. Одни битвы выигрываются копьями, мечами, другие перьями, воронами. Тайвин Ланнистер. Это мы уже читали. Довольно мало здесь текста на загрузочный экран. Уже повторяется, хотя игра по сути только началась. Так, уже ночь. А, нет, это не ночь. Давайте, короче говоря, сохраняться. отлично. Мы выжили в том бою. Ну, конечно, не без помощи масла, которого, конечно, нам сейчас не будет хватать. И все. На этом будем прощаться. Не забывайте лайки, посмотрели, тыкните на эту долбанную кнопку. Не помешает же вам, а мне поможет. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok